Приветствую вас на канале Горловка Ньюз, в эфире Анна Саламатина и Влог Ньюз. В этом выпуске энтузиарты создали красную книгу исчезающих звуков, в Иране упразднили полицию нравов, в Индонезии ввели уголовную ответственность за половую связь вне брака, Россию хотят оставить без магии. В России распространяется свиной гриб. В сети появился музей исчезающих звуков, где можно послушать мелодии, которые в реальной жизни встречаются уже очень редко. Например, классический рингтон Nokia, шум клавиш печатной машинки, звуки использования редких бытовых приборов. На данный момент в аудиотеке более 150 звуков, которые поражают своим разнообразием. Например, там можно найти шум включения ручного тормоза Opel Astra F, саундтреки к играм или перещелкивания затворов зеркальных фотоаппаратов Canon. На основе каждого звука создан ремикс. Он дает больше времени на ностальгию, ведь некоторые файлы аудиотеки длятся менее одной секунды. Звуки мира сейчас меняются быстрее, чем на любом этапе человеческой истории, и продолжительность жизни звуков короче, чем когда-либо. Звуки, которые появились всего несколько лет назад, уже исчезают, говорит создатель сайта Stuart Fox. На фоне массовых и кровавых протестов в Иране генпрокурор сообщил о закрытии отдела Шариатской гвардии, подразделения, присматривающего за нравственностью граждан. Именно полиция нравов следит, чтобы женщины носили подобающую одежду. Напомню, ранее в стране начались протесты с того, что после задержания силовиками погибла 22-летняя девушка Махса Амини. Ее арестовали за то, что ткань не полностью закрывала волосы. Одним из требований протестующих стала отмена религиозного дресс-кода. В итоге демонстрации и забастовок власти Ирана также готовы пересмотреть закон об обязательном ношении хиджаба. Парламент Индонезии ввел уголовную ответственность за половую связь вне брака, как за добрачную, так и за адюльтер. Изменения коснутся в равной степени и граждан страны, и иностранцев. Пакет поправок теперь должен подписать президент страны. Обновленный уголовный кодекс вступит в силу через три года после этого. Поправки запрещают сожительство и половую связь без брака. Уголовное преследование за нарушение запрета наступает, если в полицию пожалуется супруг или супруга, родители или дети нарушителя. А вот поправка о незаконности однополых связей после яростных дебатов так и не была включена в уголовный кодекс. Помимо всего вышеперечисленного в стране запрещают контрацепцию. Уголовная ответственность за аборты в нем сохраняется, но делаются исключения для ситуаций, когда беременность угрожает жизни матери, или когда беременность стала результатом изнасилования. Борьбой с магами и колдунами занялись в Госдуме. Дело в том, что по экспертным оценкам четверть россиян верит в магию и мошенники этим охотно пользуются. Законопроект об уголовной ответственности уже начали разрабатывать. Его автор депутат Нина Астанина считает, что волшебников в России должны заменить психологи. У нас есть вера в магов и целителей, особенно когда тяжелые времена наступают, появляются кашпировские. До тех пор, пока у нас не будет закона о профессиональной психологической деятельности, пока психологи не получат нормальное образование и у нас не будет их в том количестве, в котором нуждается общество, «Магии целители будут», рассказала она. По России распространяется свиной грипп. Его подхватили жители уже более 70 регионов, подсчитал Роспотребнадзор. Однако бить тревогу не нужно. С пандемией 2009 года вирус свиного гриппа измельчал и теперь не опаснее обычного. Кроме того, почти половина всего населения страны уже вакцинировалась от заболевания. На этом наша подборка заканчивается. Пишите в комментариях, какая новость была самой интересной именно для вас. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Routube, а также на странички в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова